Аминь 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 Еврейский Бог в православной традиции. А по нему звучало вообще очень интересно. Еврейский Бог и православная традиция. И поэтому пришли многие люди, и в том числе и синагоги, традиционно пришли, поинтересовались. Были и подосланные казачки, были и те, которые на самом деле интересовались вопросом таким, о чем будет батюшка говорить там вообще-то. Это было на базе Ганноверского христианского центра. И потом Бог расположил сердца вот именно тех евреек, женщин, которые именно искали Бога. Мы с ними молились, общались потом допоздна. И знаете, некоторые из этих женщин потом говорили, они наши, русские еврейки. И они говорили, что, значит, что так вот мы ходим в синагогу там. Одна была с Хасидской синагоги, другие были там с другой синагоги. Значит, ну, такой анонаксальный. Но самое интересное, и там вот так вот, бардак просто. Один из равидов как раз вернулся только с Америки. Значит, там отучился, все, все прекрасно. Молодой, образованный человек. Много вот там такие вещи, говорит, наши старые люди просто в ужасе. Реинкарнация, значит, что это нормально, мол, там, под хупу ставить двух евреев, значит, или двух евреек, мол, нормально, мол, значит, якобы гомосексуальные браки, значит, это, ну, как бы, Бог не против, как бы, этого. Вот, и такую ересь. Наши люди просто в ужасе, говорит, вы хоть поговорите с ним, может, он вас послушает, батюшка. Я говорю, ну, вот, я бы с удовольствием, да вот, не пустив синагогу меня, я бы сказал им пару ласковых, потому, конечно. Вот, а они на что ссылаются? Я в Нью-Йорке разговаривал тоже там с такими евреями, такими, ну, не сильно ортодоксальными, но и не христианами еще. Вот, значит, и, знаете ли, что, интересно, и прозвучало, что вот, ну, как же, Давид и Адафан, значит, у них же была гомосексуальная связь, как бы, значит, якобы, значит, Один из вариантов перевода, значит, что у них была любовь именно сексуальная и больше, лучше, чем женская, значит, но И по этому основанию, вырванным из контекста, благоставляют и под хупу ставят двух евреев и линчают их, ну, как бы, благоставляют, как в семи, в ортодоксальной синагоге, там, значит, и это практикуется уже сплошь и рядом, значит, и я был в шоке, конечно, значит, и там христианские церкви тоже там Многие там так опозорились в общих штатах, значит, и, ну, не все, конечно, нет, там, большинство здоровое, нормальное христианство, но есть такие чипенцы, к сожалению, которые так вот ведут себя И я там тоже, как раз, проповедовал в Нью-Йорке, я говорил так, что, братья, знаете ли, если даже у Давида и Адафана что-то и было там, о чем история умалчивает, я за свечкой не стоял, говорю, во-вторых, значит, даже, что и было, это не повод подражать им в этом У Давида много чего было, и чтобы во всем этом подражать, за голыми женщинами подсматривать, тоже подражать, что нам убивать мужей, тоже подражать Что там, у Давида много чего было, а в чем мы не подражаем ему и подражать не собираемся У нас есть тот, кому мы подражаем, это сам Иисус Христос, Спаситель Не Давид является Спасителем, не Давид является Господом, друзья мои Так, и, вот здесь уже вопрос тоже, да, вот, чем отличается церковь православная от протестантской? Вроде как бы, и тут, и там, помазанники Божьи, мужи во Христе Иисусе, ух ты, как красиво звучит Они христиане, православные протестанты, тело Христово, то целое Хорошие такие слова, здесь дальше указаны По большому счету церковь-то она одна Но и разные конфессии есть, разные динаминации И я говорю, что отличия есть, отличия определенные православных протестантов между собой И православные, и реформаторские православные Мы тоже протестанты, я тоже протестант, по сути Но православный протестант Протестую В Орле я там проповедовал как-то И тамошний епископ протестантский сказал так Мы уже не протестанты Вот он протестант, на меня указывает Он протестует, а мы уже не протестанты Мы так называемся протестантами Ну вот, уже от протестанства или все от протестанства. Но пришло время протестовать, да. Так вот, значит, как вы смотрите на отпевание умерших в православных церквях? Это очень плохо смотрю на именно саму традицию отпевания умерших. Не на сам обряд похоронный, нет, сам обряд похоронный он нормальный в целом. Хотя не вес влияния культизма. Значит, но сама практика отпевания умерших, именно молитва за упокой, вот это, ну, смотрю, отрицательно. И не только я, но и в тезисах нашей церкви, если вы прочтете тезисы нашей церкви, там об этом, ну, несколько тезисов однозначно говорят, значит, что это является не христианским обычаем, это является антихристианским, оккультизмом, пришедшим в христианство под влиянием политическим императорской власти. Пришедшим в христианство как имплантант, знаете ли, такой, но сколько бы он ни прожил бы этот имплантант в церкви, он все равно не наш. Это не наше явление, это не христианство, это не православие, это не христианство вообще, это инородное явление в христианстве. Но оно должно уйти, рано или поздно должно уйти. Слава Богу, что многие священники задумываются, хотя на личном уровне, когда общаюсь со священниками РПЦ или УПЦ, там, на эту тему, некоторые священники признают, да, что, ну, да, ну, как бы, в принципе, ересь по большому счету. Но обычно как отмазываются священники в личных беседах? Не мы придумали, не нам отменять. Вот кто придумал, на них грех будет, а мы лишь винтики в этом механизме большом, мы лишь, как бы, вот, значит, делаем то, что мы можем делать. Вот, как бы, один батюшка, притом очень так искренно, даже как-то сказал, пожилой уже человек, что, а с чего же жить-то будем мы, как бы? И притом так искренно, что я удивился, как бы, вот, значит, притом со свидетелем, что очень редко бывает, такая искренность такая. Свидетель был невольный, а с моей стороны, значит, один протестантский служитель был со мной как раз, значит, и, значит, что интересно, значит, ну, я сказал, ну, ведь есть, вот, библиотека, резкое понимание десятины, там, да, пожертвований, в принципе, я ему рассказал, там, батюшке, кстати, пример, да, точнее, я еще ему рассказал, пример своей жизни. Мое протестантство началось с того, что я стал протестовать против некоторых неправильных действий, существующих в моей церкви, тогда в русской православной церкви. Как настоятель храма, я был категорически против очередного повышения цен на тарифы, все эти вот, венчания столько-то, отпевания столько-то и прочее. Знаете ли, это же не коммерческий ларек, думаю, значит, знаете ли, не ООО там или что-то еще, это же РПЦ, в конце концов, значит, и, значит, и я взял и своим распоряжением, на своем личном, ну, приходе, будем так говорить, где я был настоятелем, эту проблему решил, очень радикально, написал объявление, вывесил в храме, ну, и в самом храме, и на входе в храм, и в местную газету дал такой же текст, объявление, значит, чтобы люди, которые в храм даже редко появляются, чтобы они видели это. И написано такое было, что в нашем храме, там, таком-то, таком-то храме, значит, все богослужения и требы, и в скобочках, там, крестины, отпевания, венчания, все-все-все-все-все, совершаются и большими буквами, бесплатно. О! Столько вопросов было, а вы православные? Что он там пошел, батюшка, что-то, что-то наши люди не могут. И что, и крести, пути бесплатно? Моя казначей была в шоке, она говорит, ну, батюшка, да вы же первым пожалеете, а нам еще ремонт предстоит летом этого, как же, ну, как бы, здесь копейка на счету, а вы что делаете? Вот, значит, ну, ладно, вам же хуже будет, вы сами, короче, под свою ответственность все это. Вот, а что епархия скажет? Ладно, говорит, и знаете, что потом казначей у вас с такими глазами была? Когда через, не сразу, но через 2-3 месяца доходы храма выросли в 2-3 раза. Представляете, все бесплатно, а деньги растут, увеличиваются. А каким образом? У нас был такой ящик для пожертвований, ну, не такой, это очень маленький, у нас был большой. Не заметить было невозможно. От великой веры, я бы сказал, сделать большой ящик. Ну, не как кафедра, но вот так, айды, кляйды. Знаете, значит, и там лодырочка такая, прорезь такая, и написано, что это ящик для ваших, там, добровольных пожертвований. Ну, я бабушек проинструктировал, не раз и не два инструктировал, а я потом подсматривал, вижу, они, ну, слушаются бабушки, слушаются. Я говорю, пожалуйста, на ящик даже не смотрите. Я по-первых, я видел, казначей за ящиком, ну, за оформлением там стоит, там, допустим, Кристина или что-то еще. Значит, я так, глядь, смотрю, она такая недовольная, как туча вначале стояла, такая, оформляет. Спрашивают, ну, как обычно, сколько? Нисколько. У нас все бесплатно, смотри. Это с таким огорчением вижу, мне смешно. Но потом, когда прошло время, когда достаем оттуда, я говорю, пожалуйста, даже на ящик не смотрите, чтобы не манипулировать, чтобы кто хочет, подойдет. Я говорю, а человек хочу пожертвовать, вон там ящик есть, вон большой, видите, его нельзя не заметить, вот там можете ложить, мы отвернемся, даже не посмотрим, сколько вы там положите. Вот, и я бабушек тому рассказал, что вот так, что надо с людьми по-людски, тогда и нормально все будет, и в храме будет все. И мы смогли и ремонт начать делать, тот самый, который мы давно уже хотели сделать в храме. Вот так, что, вот так. И батюшка Волгоболин, и Офта Целая. Значит, и, но... Но знаете что? Но самое интересное откровение было какое у меня? Что есть десятины. Десятины всегда были в православной церкви, всегда. Вот с самого крещения Руси, первый храм на Руси, Киевский-то на Руси, в Киеве. Какой был? Не деревянный, а уже каменный, как он назывался? Десятина церковь, кто не знает, может скажу, десятина церковь. Была построена на десятины киевлян, то есть после сразу крещения, что сделали батюшки византийские? Они как бы сразу прошлись по дворам, сделали перепись всего имущества, там налоговый отдыхает. Да. И десять процентов отдай не греши. Для новой веры. Киевляне там в бега пустились, многие олигархи. В ужасе. Вот значит, и, знаете ли, ну а что делать народ-то, ну как бы, не хочешь, так заставят. Князь сказал так, знаете ли, он объявил, что кому новая вера не нравится, то вот тут мне не, друг. Ну как бы против князя не попрешь. И вот, значит, и пошли киевляне давать десятины. Построили храм, потом радовались, конечно, о, это храм, десятинная церковь. И содержался этот храм всегда на десятины великих князей киевских. И потом, всегда это было десятина в церкви, православной, но, знаете, какой был грех наш православный, что мы как бы десятины брали, получается, но ничего не учили на эту тему. Как бы, что это такое, зачем это. Поэтому население ожесточалось из поколения в поколение, из столетия в столетие, обидно накапливались. Значит, и потом они однажды, вся эта болячка однажды вырвалась на поверхность сто лет назад при этих революционных процессах. И люди с таким же энтузиазмом, каким жертвовали раньше, значит, ломали эти храмы, потому что опостылило им православие уже, потому что поперек горла было населению вот то, что они видели. Насильным имел не будешь, знаете ли, и только лишь проклятина берешь, если будешь брать их с подпалки. Когда Керенский, Александр Керенский, первый в истории России был опыт демократического строительства государства, меньше года он продолжался, опыт этот до Октябрьского переворота, когда большевики взяли власть вооруженным переворотом. Так вот, и в этот период времени Керенский объявил добровольность в вопросах действительных пожертвований, членов временного правительства и сам Керенский Александр, они давали десятину, но вынуждены были констатировать факт, что в Петербурге, в Петрограде, в столице, меньше трех процентов стало давать десятину, представляете? Это можно предполагать, что основная масса давала это из подпалки. А рабочих, рабочий класс, их вообще не спрашивают даже, хотят, не хотят. Он заработал, допустим, сотен рублей, да? Десятую часть он даже не видел никогда, она сразу шла налогом туда, в церковь. А с 90% брались уже штрафы все, вычеты там, значит, там, налоги, и он их не видел никогда, эти 10%. Ему сообщали, что 10%, как всегда, они шли на храм. Недовольствие кипело, они и так голодали, там, концы с концами ей расходили, дети плакали, а люди, понимаете, действительно она работала бы, как благоставение, если бы была бы доброходность, добровольность, осознание на основании слова, а на основании из подпалки, жандармским, казарменным образом, это лишь проклятие приносило. И потом рабочий класс так сбунтовался, что ой-ой-ой, в кашу пусть заварили, сами же заварили. Вот, и, а потом уже, во время Второй мировой войны, Иосиф Сталин, как тиран, он вообще запретил десятину в православии, а вместо этого ввел принцип продажи таинств. То, что по канонам православцев, вообще запрещено делать даже. Когда крестина стоит столько, то пивание стоит столько-то. Священники восприняли во время Второй мировой это как временное явление, но не что-то так, недолго, как временное, да, у нас. Вот до сих пор, Сталин уже давно нет уже, а его это уродливое детище, а так и осталось. Но сегодня нужно не только покаяться в сталинизме в этом, значит, и в отсутствие десятин в церкви, но в неправильном подходе, потому что сейчас возле Кирилла там, и даже в Думе, Госдуме там, было предложение уже не раз, сказано, что десятину как налог для всего населения православного, но вопрос тогда такой был, Жириновский правильно вопрос поднял, что в таком случае по конфессиональному признаку нужно будет делить Россию, это не очень хорошо, потому что тогда, значит, много вопросов возникнет дополнительных уже к другому населению. Да и тем более в руках сектоведов сегодня вопрос о десятине это казарная карта. Если сейчас, допустим, ведешь десятину, то все эти сектоведы, все сектоеды, всякие там и прочие просто в лужу сядут, скажут, о, население уже всех, кто побежит больше, охотнее, где добровольно, а не там, где есть под палки, казарменным образом, совковым таким, царским. Да, православная церковь заявляет об обязательном, об обязательной апостольской преемственности, прокомментирует, насколько этот принцип соответствует учению Библии. Он никак не соответствует учению Библии вообще. Это прямо противоречит учению Библии. Я расскажу, у нас немного времени, я постараюсь успеть это рассказать. Дело в том, что, друзья, потом отвечу дальше. Друзья мои, предыстория вот этого, как раз, тоже учения об апостольской правоприемственности, она тесно связана с антисемитизмом и с темой Израиля и Церковь. Напрямую связана. Поэтому я еще попозже расскажу. Так вот, что произошло? Со времен Константина власть в церкви взяла государство. Взяла государство. И эта модель называется цесарепопизмом. Слышали, многие из вас наверняка, вчера я говорил, кто был, слышали об этом, да? Что цесарепопизм это система взаимоотношения церкви и государства, когда государство управляет церковью. Церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. И многие ереси, если не больше даже, если даже не все фактически основные ереси в истории христианства, они пришли в тело Христа, были имплантированы именно благодаря политическому заказу определенному. Тот же самый, я вчера какие называл вещи? Педобаптизм, да? Педобаптизм. Крещение несовершеннолетних, крещение малолетних, младенцев, точнее даже. Младенцев крещения. Это ересь ересей. Как она пришла в жизнь церкви? Через цесарь попизм, через рабскую подчиненность церкви, государства. Когда уже Кесарь не только Кесарева, но и Божьей воздавалась. В этот период времени существовал заказ политический на именно государственную систему церкви. И вытравливались библейские многие принципы. И один из первых это как раз именно вопрос о крещении. Лишив церковь именно принципа крещения по вере во Христа власть покусилась на очень многое в церкви. Потому как без меня меня крестили. Вот такой принцип, да? Как один турский поэт написал недавно. Без меня меня крестили. На самом деле человек не имея опыта личного обращения к Богу возрождения и крещения он был обворован изначально уже такой человек. Инфантильное христианство вместо евангельского библейского христианства это во многом плод педобаптизма. Воля атрофирована в церкви была именно посредством педобаптизма. То есть людей называли христианами тех, кто христианами по большому счету не являлся никак. Ни Богом, ни припеком. Лишь по имени христианским. Лишь потому, что их крестили в младенчестве. Хотя это не сразу пришло в жизнь церкви, но уже в конце четвертого начала пятого столетия очень серьезным образом была заявлена в церкви. Но до конца четвертого столетия вы почитаете любого отца церкви этого времени. Вы не найдете ни одного упоминания о крещении младенцев. Наоборот, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, но обычно на них ссылаются, на больших отцов. Их работа очень много сохранилась. Они сами были крещены в зрелом возрасте. Им было за 20, ну по 30 лет всем этим людям. И хотя они выросли в христианских семьях, у Василия Великого его родители были служителями церкви, и мама, и папа. Его дедушки и бабушки с обеих сторон были служителями церкви. Потом, в те времена все эти женское служение было обычным явлением. Кстати, вот пастор Наташа, да, вот, значит, в прошлый раз когда я приезжал, она жаловалась, что вот на менях и на женщину, на пастора косятся многие, что даже многие сомневаются, а может ли женщина быть пастором. Это сейчас косятся, в 20 веке, в 21 веке. В первое столетие это было обычным, нормальным. Служили все, и женщины, и мужчины, не смотрели на это вообще. Если Бог призвал, служи, сестра, служи, брат. Вообще никаких вопросов не было. Это потом, уже когда, значит, в средние века уже модель оттачивалась религиозная, тогда уже разграничили. Давайте снова женское, мужское разделим, давайте, значит, там, и много других пристыков было очень интересно таких. Женщинам даже было запрещено по канонам тогда церкви ходить в храм во время критических, говорится, дней, значит, целовать Евангелие крест, значит, впоследствии, значит, и причащаться. Вообще, ветхозаветное представление о чистоте и нечистоте вернули ради того, чтобы женщину поставить ниже всегда, чтобы, значит, даже был закон такой принят во время заседания 6-го Вселенского собора, даже был принят такой закон, канон такой церкви, в то время, что нерву благать больше ни деканис, ни пресвятерит. Было запрещено тех и других рукополагаться. Вначале отказались от пресвятерит, диаконис еще по инерции некоторых рукополагали, но потом уже запретили даже диаконис рукополагаться. Хотя, в истории церкви много примеров было, поэтому, значит, мне очень жаль, что сегодня, значит, многие просто неправильно истолковывают отдельно вырванные из контекста места Писания, пытаясь на этом строить какие-то теории. Ну, это как бы одна из иллюстраций, их очень много, поверьте. Значит, и в жизнь церкви пришло очень много ересей. Педобаптизм это одна из них. Многобожие. Я касался вчера этого вопроса чуть-чуть. Иисус единственный ходатый посредник к Богу. Это все знали христиане первых столетий. Первых 400 лет, запомните, пожалуйста, первых 400 лет христиане не молились никому, кроме Бога. Вообще, никому. нет ни одного упоминания, что христиане могли молиться кому-то еще. Лишь в конце четверо-начале пятого столетия были первые робкие предложения из Африки, северо-восток Африки, Эфиопия, Южная Сомали, вот в этих регионах в Египте, были такие мистики, которым одним было видение, другим привидение, третьим там что-то еще. Знаете, или спиритизм какой-то практиковали, гностики, тогдашние монахи, и якобы Мария, Матерь Иисуса, она уже тоже как бы немаловажная там персона, и апостолы, ученики Иисуса, они тоже уже вастели на Девас Престолов, судить колено Израилева, и поэтому они уже функции ходатай где-то выполняют, и поэтому в начале пятого столетия был вопрос поставлен даже о том, что возможно молиться не только во имя Иисуса, не только Иисус является ходатай, посредником, как написано 1 Тимофея 2.5, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, но было предложено молиться также и Марии, и некоторым святым, к сожалению, это все внедрялось в церковь впоследствии с силой меча, репрессий, властями византийскими, и мы видим, что за хину 20 лет после Третьего Вселенского Собора, с 431 по 451 год, уже шла речь уже не о Марии и апостолах, а вообще о сотнях уже святых. Лиха беда начала, знаете, как снежный ком стала расти эта проблема. Многобожия, это уродливая форма в христианстве, она никогда бы не была бы возможной, если бы церковь оставалась бы на позициях библейских, прочитывая ее именно еврейскими мозгами, а не мудрствуя лукаво. К сожалению, во многом способствовал антисметизм именно появлению многобожия в христианстве. Это очень четко прослеживается исторически. Значит, и плюс еще такое хроническое, знаете ли, желание многих служителей этого периода времени как можно дальше отойти от иудаизма, как можно меньше быть похожими на евреев, это сыграло очень роковую роль тогда. В те далекие времена христиане многие пустились в такое творчество недопустимое богословское и практическое духовное творчество. Роковую роль сыграло здесь также монашество. Монашество. Потому что монашество, оно вышло из гонестицизма, который был одновременно очень сильным антисемитским началом. Это у нас мало времени, эта тема очень огромная, большая, но вкратце я скажу, что запомним цесарепопизм, сегодня много терминов там, да? Цесарепопизм, гонестицизм, это все повлияло на как раз именно отдаление церкви в сторону от евангельского курса. Хотя отцы церкви пытались противостоять этой ереси, но это были очень робкие противостояния, потому что власти имели определенный заказ политический, дали заказ определенный. вот история Третьего Собора Вселенского она очень яркой иллюстрацией, я поэтому вскользь об этом скажу чуть-чуть. 431 год до того самого Третьего Вселенского Собора в Афесе 431 года в христианстве не молились никому, кроме Господа. Были предложения, да, но их отвергали отцы церкви. Допустим, африканские гости, когда на Кипре предлагали эти вещи, смущая христиан, киприотов, значит, епископ кипрский Епифаний, святой, кстати, в православной церкви, католической церкви, он дал ответ, очень такой суровый, серьезный ответ. И он сказал этим гостям, что ее Марию, Матерь Иисуса, да, должна уважать, но никто не должен молиться ей. И он запретил распространять эти ереси на своем острове, но те не угомонились, дальше и дальше распространяли эти ереси. А вы скажете, а почему власти были заинтересованы вот в смешании с язычеством? Потому что христианство в чистом виде, оно представляло угрозу. Угрозу коррупции. Угрозу, то есть богатые люди, влиятельные люди, включая и семи императора, не хотели жить по-христиански, хотели называться христианскими правителями, но не хотели жить по-христианским принципам этим. И хотели христианство такое смягчить, как бы, разбавить его, разбавить культурой, языческой культурой. Потому что от еврейской культуры стали открещиваться и переняли вот обычаи греков, римлян, других. И поэтому в христианство очень много проблем пришло именно. Даже вот касательно вот в той части первой, я рассказал сегодня о Рождестве, да, откуда пришло. Просто-напросто не мудрость и лукаво взяли и древний праздник, который всегда гуляли римляне, греки, Рождество Бога Митры, Рождество Бога Солнца, переименовали в Рождество Бога Солнца Иисуса Христа. А потом даже Бога Солнца убрали просто Иисуса Христа. Вот, как бы, 25 декабря по старому стилю, по новому, это 7 января, праздновался испоком веков вот этот праздник безбожный. Значит, и, в принципе, это все перекочевало. Богородица, да, в сентябре. Откуда мы можем знать, когда родилась Мария, Матерь Иисуса? Ничего не узнавали даже. Просто-напросто взяли и заменили старый древний праздник Рождество Астарты, Рождество Ашеры, да, значит, и Рождество, значит, Артемиды Эфесской, впоследствии, сентябрьские эти празднества в Эфессе знаменитые. Взяли и переименовали их на Рождество Богородицы, Пресна Дева, но уже не Артемиды, а уже Марии, Пресна Девы. Вечно Девственница, ставшая матерью и оставшаяся Девственница. Поэтому Артемиды украшали вот эти три звезды, значит, до Рождества и при Рождестве и после Рождества Девственница. Значит, и это все перекочевало в христианство. Я художник по профессии, до церковной моей специальности, я художник. И, знаете ли, я работал, когда в мастерскую тоже, и, конечно, для, встречался с разными людьми, с искусствоведами дружил, и, хотя я не занимался реставрацией, как таковой, но помогал иногда. Тогда, в 86-м, в 87-м годах я помогал тогда. И у нас был, ну, как бы, был круг общения определенный. И, знаете ли, что интересно? Для, именно тех, кто занимается старыми, иконами, порой проблемы, отвечить, потому что очень много перенято было с языческих образов, конкретно, с языческих, оккультных образов. То есть, традиции, это религиозный плагиат. Религиозный плагиат, просто-напросто. Но, самый скандальный случай, если брать примеры, какие-то конкретные примеры, это у католиков. Вот, знаменитый памятник этому апостолу Петру. Одно из самых почитаемых изображений Ватикани. Это, если вы будете, допустим, там в Италии, в Риме, значит, в Ватикане, это, конечно, самый почитаемый образ, это, значит, апостол Петр. И все столетия подряд он считался именно апостолом Петром и изображением Петра. Уже, когда в наше время век технологий позволен был, значит, папой исследований этого образа. Потому что однозначно ученые говорили, еще даже в 19 веке, что этот образ сделан до нашей эры. Как минимум за 200, за 300 лет до нашей эры. И чтобы изучить этот феномен, было решено обратиться к экспертизе. Оказалось, имена богов прежних того же самого Зевса было затерто, умело и выдано за изображение Петра, апостола. Древнейшее было изображение Петра. Вот это изображение, которому древние язычники поклонялись как божеству, языческому Зевсу, и ему стали поклоняться как апостолу Петру. Значит, это было в средние века сделано чьей-то дерзкой рукой. Или, допустим, какую лапшу увешали нашим отцам, значит, здесь на Руси, религиозную лапшу эту, знаете ли, которая сегодня приходится снимать с ушей доверчивого населения. Знаете ли, что говорилось, что, мол, вот Лука апостол, там он туда-сюда нарисовал Матушку Марию, прямо вот Матери Иисуса, прямо с натуры. И она вот как бы на радостях благоставила этот образ и сказала, что милость моя с этим образом и прочее, прочее, прочее. Якобы Лука был еще не только, значит, знаете ли, евангелистом, а еще был и художником. Да, но почему-то христиане первых семи столетий об этом ничего не знали. Почему-то, говоришь, в восьмом веке вдруг осенило первого визиря при дворце Дамасского халифа Абдалмелека по имени Мансур, его вдруг осенило, что, вот, мол, все-таки у Луки это было. Почему? У того же самого Мансура впоследствии Иоанна Дамаскина, значит, монаха православного, откровение, тогда первым визирем он был при дворце Дамасского халифа, было откровение, что якобы не то, что Лука, даже сам Иисус Христос сделал свой автопортрет. Вот. Да, на радость всем православным. Каким образом? Или католикам. Значит, якобы, ну там две версии было. Значит, на востоке она одна звучала, когда на запад эта легенда пришла, на запад ее переначали. А на востоке она звучала так, именно, в восьмом столетии ее выдумали в Дамаске при дворце Дамасского халифа. Значит, что якобы, ну, халиф, видимо, ему, Шахерезадам надоело, видимо, он ее уволил и нового сказочника нанял, который такие сказки, что Шахерезад отдыхает, вообще, рассказал. И вот одна из сказок, следующая, что якобы Иисуса, значит, когда он, Иса Масих по-арабски, да, когда он, значит, описал на арабском языке, что якобы, значит, Иса Масих, да, Иисус Христос, когда он проповедовал, один арабский правитель сказал, вот раз евреи не верят, а я верю ему, вот на зло евреям, возьму и поверю в Иисуса Христа. И он прислал своих, ну, с вами я не могу, ну, как бы, снять погоны, сейчас поехать туда. Много в Израиле, ну, вот художники дворцовые, идите и нарисуйте мне Иисуса, какой ли, прямо с натуры. Они рисовали Иисуса, но не получилось, и Иисус пожалел этих бедных палестинских этих художников, сказал, ребята, иди сюда. Значит, взял их, я там, потерю, холстом обмакнул, лицо, и вот, возьмите, знаете, как лицо шахтера. И я понимаю, что у Иисуса была нелегкая миссия, но не до такой же степени, знаете, но якобы там отобразилось лицо Иисуса Христа. И вот якобы этот портрет привезли, значит, они к арабскому правителю, кто сказал, о, вот то, что, что еще за растребы. Значит, повесили прямо вот, значит, во дворце, на видном месте, чтобы прямо с трона этот арабский, кто он там, правитель, он смотрел на, вот, портрет Иисуса Христа. И как бы имел с ним контакт, спиритический. Вот, ну ладно. И потом якобы у них там ремонт очередной во дворце, значит, там уже при других правителях. Портрет решило было снять, глядь, а там отобразился портрет. Прямо на камне. Фу, надо же, мистика. Значит, портрет повесили на один столб. Он там повисел, повисел, потом сняли, и там отобразилось лицо Иисуса. Вообще там мистика. Значит, и это называется нерукотворный образ Иисуса Христа. Значит, это легенда. Ничего общего с историей не имеющей абсолютно. И первых 7 столетий христиане ничего такого даже близко не знали вообще. И слыхи не слыхивали. В 8 веке при Дворце Дамасского Халифа это было рассказано Шахерезадом очередным. Так вот, и... Или Шахерезаде, я не знаю, как его называть, я не знаю. Этот человек, он сочинил другую еще сказку, что якобы, значит, якобы, ему там последствия рук отрубили. Вообще. то, что он писал в защиту икон. И якобы он плакал перед иконой Богородицы, и рука раз, чук, и приросла. И когда он просто очнулся, как бы рука на месте была, хоп, все работает, работает, все нормально, но шов был оставлен, как бы для свеерства. И вот, что это не просто был сон, пронесон, не сон, нате, и поэтому он приказал сделать из серебра третью руку Марии. Третья рука у Марии. Икона троирующица, послышал, видел. Я когда увидел в первый раз, я подумал грешным делом, что думаю, наверное, художники, ну, после определенного такого приема, значит, неправильно что-то изобразили. Я ж художник, я знаю, что такое халтура. Там бывает, что последнюю ночь все лепишь, все делаешь. Значит, и, значит, знаете, у нас был один художник, ну, тогда самая хорошая халтура считалась, это в советское время, это, ну, памятники Ленина, допустим, да, или там, ну, обычно, да, какие-то там мемориалы украшать, значит, и, значит, представили запчасти. В принципе, особо не надо ничего там фантазировать. Все уже готово. Надо просто смонтировать памятник и поставить. А потом приезжает делегация, значит, откуда там, сапкома там, они принимают. Леночку режу там, бам-бам-бам, значит, фуршет, банкет, и все разошлись. И, как бы, потом на целый год у тебя, ты можешь в мастерскую работать для души уже, как бы. Вот, и, ну, это обычно было дело. И они там с ребятами, значит, приехали в колхоз, там, значит, какой-то поставить там памятник Ленина. Ну, не колхоз, а там какой-то, ну, поселок там, и там вообще колхоз миллионер, вообще, был даже. И вот, и, они там поставили памятник, смонтировали накануне, и по пьяному делу. И оказалось, части были разные. Получился такой монстр интересный. Главное, получилось так, значит, у Ленина было две кепки. Одна была на голове, а другая была в руках. С разных частей взяли. Ой, самое интересное, прием на комиссии не заметила. Самое прикольное было. Это наши уже стояли, тряслись уже. Думаю, сейчас будет все же. Если забракуют час, то потом уже не видать халтура такой уже, ну, на многие годы. И ныне приста. И, знаете, значит, самое интересное, ленточку порезали, значит, там все, значит, не заметили. Но пришлось потом, демонтировать, уже ночью, и переделывать опять все. Все работают. Я подумал, что трярущица, это неудавшийся опыт, значит, одного художника, значит, накануне сдачи нового храма, допустим. Вот. Но оказалось, это вот такая легенда есть определенная. Да. Потом, став сам священником, я, конечно, узнал эти подробности все определенные. Так вот, друзья, вот эти сказки, сказочники, для чего они нужны? Чтобы, как бы, смешивать христианство с язычеством. Но заказ был, очень ярко выраженный политический заказ, на это смешание. Сегодня нам приходится расклюбывать то, что заварили наши отцы. То, что заварили тогда в далекие столетия. И вот, антисемитизм. Слушайте, а то мало времени у нас. Значит, дело в том, что, а ведь вопрос был, как раз, по сути-то, именно, ну, касающийся этой темы. В шестом столетии Израиль и церковь, вот, отношения совсем испортились. Антисемитизм стал уже, скажу, политикой. Стал политикой церкви, политикой государства. И все произошло, вот, по такому поводу, значит, один император неудачно женился. Но он был счастлив, он думал, что он удачно женился, но он неудачно женился. Значит, императора звали Юстиниан. Женой его звали Феодора. Слышали, наверное, о них уже, да? Вот, кто был в Стамбуле, или будет в Стамбуле, обратите внимание на большое сооружение, такой большой храм бывший, православный. Главный храм православии, всего мирового. Потом ставший мечетью. Этот храм был построен в VI веке как раз именно Юстинианом. Это памятник архитектуры, его времени. Так вот, это самый большой храм был все время. Так вот, и этот Юстиниан, он женился на Феодоре. Вот такой Феодорин и Горин произошло. У нас, знаете ли, произошло Феодорин и Горин, настоящая. Феодора была проституткой, она, ну, по профессии, как бы. Хотя тогда проституция была запрещена, как бы, официально, но в каждом городе был публичный дом и, значит, как Владимир Вольфович опять говорил, женщины не тяжелого поведения. Были обычным явлением, значит, на улицах Византии. И вот, и, значит, и что произошло? Феодора начинала просто с уличной проститутки, потом она сделала бизнес, она организовала публичные дома, и сделала большой бизнес, стала богатой женщиной, но проституция занималась уже, как бы, ну, уже на другом уровне. Если вначале ее клиентами были просто матросы и там, и портовые какие-то рабочие, то в конце ее карьеры ее клиентами были уже олигархи, тогдашние богатеи, самые сенаторы и даже сам государь-император. То есть самые богатые люди в империи. И она имела большой бизнес, там множество публичных домов работало на нее, и тысячи мужчин и женщин она воспитывала как проститутов и проституток. Значит, и в общем-то эта женщина, она была известна там в столице, в больших кругах этих, и император вначале как любовницы пользовался ей, а потом предложил ей руку и сердце. Конечно, помните Пугачева, что пела, да? Жениться по любви не может ни один король. Ему пришлось попотеть, ему пришлось переписать законы государства своего, чтобы брак был возможным вообще. Потому что раньше было запрещено такое. Она была безродная совершенно, без рода, без племени, и вот женщина порочная, но ему это очень нравилось. Значит, и вот, значит, они сошлись. И она стала первой леди, первой леди в империи. Вообще биография Феодора очень такая насыщенная биография. Она официально святая, как ее супруг. Они официально святые в русской православной церкви и молятся, свечки ставят, иконы носят. Их на себе многие женщины, не понимая. Кстати, в Москве, там, в храме, где там гомософсовисты венчаются, лесбиянки, там, значит, как раз иконы Феодора. Они перед ней обычно свечку зажигают первую, значит, то есть они знают как бы место в этих кругах московских таких расплодных кругах. и что интересно, Феодора была еще жутко антисемиткой. Там есть разные, историки пишут разные версии, почему у нее был такой врожденный хронический антисемитизм. Одни говорят, что она была сама наполовину еврейка даже. Другие пишут, что там, значит, просто евреи кинули в бизнесе. Значит, она имела на них большой зуб. Другие пишут, что это было и то, и другое в ее жизни. Одним словом, она была очень такой жуткой антисемиткой. И во дворце, когда она ругалась, то самое страшное ругательство было евреи. Если она кричала евреи, то все, знали, что сегодня чья-то голова будет с плеч. То есть, была женщина очень суровая. И вот, император Юстинян, когда женился, стал подкаблучником. Ярко выраженный подкаблучником. Он не имел, вообще потерял свою волю. Самое интересное, такие перемены в нем произошли. До женитьбы, он был император так императором. Там себе и заключал перемирие, и войну объявлял, и не раз, и принимал решения, и как бы и в быту, и в политике был как бы известным. Самое интересное, женившись, он как будто потерялся вообще. Даже в быту был беспомощен. Во всем, полностью, абсолютно. Поэтому злые языки там говорили, что она его околдовала. Кстати, она была жрицей не просто любви, а жрицей именно оккультизма определенного. Об этом есть, правда, не конкретные, но косвенные подтверждения историков. Косвенные. Ну, это очень интересная такая тема. Так вот, вполне возможно, потому что очень похоже на действие оккультизма, когда человек теряет свою волю просто-проста. И, что интересно, Феодора по сути управляла империей. И в этот момент как раз рождались вот такие яркие антисемитские законы. Допустим, евреям и христианам было запрещено вообще категорически там общаться, дружить вообще. И Феодора приказала по сути с мясом отрывать христианство от еврейских корней. Она стала как Езавель, своего рода Езавель, только новозаветный формат. И что именно было таким самым известным детищем? Вот этот догмат так называемый об апостольской правопреемственности это вот как бы ее или же ее советников детища. То есть до 6-го столетия до Феодора Естиняна такого не было доктрины такой догмата и христиане как бы не знали ничего подобного даже близко. Но вот именно при вот этих императорах эта доктрина впервые была провозглашена, обнародована и как закон и циклонно и государственно принято. Кто не слушался, тех казнили. Этот закон был оглашен для того, чтобы опубликован, для того, чтобы в христианстве подавить всякую скажу, как сказать несогласно что ли с властями полностью подчинить себе церковь. потому потому что до самого этого времени до 6 столетия в христианстве было как регистрированное братство так и как бы нерегистрировано то есть их знали они строили свои храмы эти христиане но они не были частью государственной церкви и были бельмом в глазу к тому времени очень сильным бельмом потому что их христианство очень сильно отличалось от того христианства которое практиковало официально государственную церковь христианство вот этого как бы нерегистрировано братство, если можно так назвать, хотя это были очень разные союзы, даже между собой никак не общающиеся, то есть это были, это в общем можно назвать их как нерегистрированные, на самом деле это были очень разные церкви, очень разные союзы, африканские чаще всего, потом в Испании, во Франции, в Малой Азии были такие союзы церквей, о них мало что мы знаем, потому как информация почти не сохранилась, все было уничтожено фактически на корню, но косвенно об этом мы можем из документов проследить информацию о них, так вот и мы знаем, что африканский допустим собор, вот это нерегистрированные, допустим, там были некоторые союзы представлены, до 3000 делегатов было, священнослужителей, представьте себе, то есть это большой союз был, крупный союз, так вот и было решено издать такой закон, по которому бы разграничили бы государственное христианство, официальное, каноническое и неканоническое, негосударственное, неофициальное христианство. И больше того, неофициальное христианство было решено объявить нехристианством вообще. Их имущество подлежало конфискации, храмы изъявят, конфискации, и они, эти христиане, были обязаны перейти в христианскую церковь, официальную. Те, которые не переходили, их ждали репрессии впереди. Либо смертная казнь, но для самых радикальных. А вообще-то обычно принудительные работы, продажи в рабство за копейки. То есть это получается на самые грязные работы, на самые принудительные работы такие. И плюс еще, изгнание. Люди были бесправны совершенно, вот такие христианские церкви. Это было страшным детищем Юстиниана и даже больше Феодора, чем Юстиниана, я так полагаю. Так вот, и все церкви по всей империи были обязаны предоставить документальное подтверждение, что о непрерывности рукоположений, начиная, ну пока не ряд Константина времени. Конечно, государственные церкви имели документацию. Негосударственные, за редким исключением, не имели документации. Если имели документацию, то не от таких дальних времен, потому что над ними постоянно висел там около меч репрессий. Я не говорю, что, не подумайте, что до шестого столетия у них было все шито и гладко. Нет. До шестого столетия у них были тоже очень серьезные испытания от христианских уже властей. Это поставили ущемление в правах своих. Налоги платили больше таких христианин, чем все остальные граждане. То есть, к ним отношение налоговое было такое же, как будто это были не христиане. Хотя их считали христианами тоже. До этого времени. Потом, их дети не имели права на образование. Такие христиане, они не имели продвижения по службе. Больше того, их не принимали, допустим, в государственном управлении судьями, не могли быть учителями, не могли быть они тоже. То есть, как бы, были ограничения в армию, они не могли попасть. А если попадали, то только низший состав, не офицерский состав. То есть, получается, что постоянно были ущемления таких людей. Но самые сильные, это были, конечно, налоги, непомерные налоги, которые увеличились постоянно. И плюс еще, часто были незаконные преследования и конфискации имущества. Аресты служителей были частыми в то время. Особенно при Феодосии II в начале V столетия были незаконные аресты таких служителей и конфискации имущества. То есть, это известные факты. Так вот, одним розчерком пера Феодора и Юстиниан, такое христианство объявляли уже не христианством. Да, это были страшные времена. И еще, что сделали Феодора и Юстиниан. Они заявили, видимым самым знаком их, вот именно антисемитизма, ну именно Феодориного антисемитизма, было празднование Пасхи с куличами и с яйцами. То есть, явно с оккультными знаками. Это было как раз вот именно в этот период времени. Потому что до самого того времени христиане даже на причастие применяли опрестники. И на причастие, то есть, ну на хлебопреломлении, да, литургия совершалась опрестниками. А второе, что и на саму Пасху всю неделю христиане ели мацу. И как бы это не было просто, как бы, ну, данью традиции даже. Но люди знали, что праздник Пасхи, да, это праздник мацы, праздник опрестников. Наблюдали. Может, не так щепетильно, как евреи, допустим, наблюдают сейчас, да, выискивают. Хотя были разные моменты. Значит, но в целом ели мацу. Но Феодора приказала под страхом смертной казни всю неделю пасхальную есть не опрестники, а есть квасные. Если у кого-то при обысках, если что, находилась маца, находились опрестники, такие христиане наказывались. Если не священнослужители и не богатые люди, то смертная казнь. Если богатые, то откупались огромными штрафами, вплоть до конфискации имуществ их них. Если священнослужители лишались священного сана, пожизненно извергались из церкви, без права занимать какую-то либо деятельность вообще, заниматься работой. Бесправными ставили совершенно, но живыми. Вот в самом Константинополе такой ввод поднялся об обыски, аресты, сотни казней. Христиан казнили за то, что они отказывались есть квасные. И дело было не просто в традиции. Знаете ли, дело в том, что люди понимали тогда, многие христиане понимали так, что опрестное это знак чистоты. Значит, квасное знак порока и лукавства. Согласно новозаветному пониманию Павла и вообще библейскому контексту всему. И еще почему. И еще почему люди противились. И священники многие лишились саны, и христиане были казнены. Потому что они понимали, что это знак блуда. Сейчас об этом мало кто знает. В принципе, сейчас информация об этом только лишь где-то на лекциях мы узнаем. Но раньше люди жили в этом оккультизме вообще. Люди знали, что это такое. Допустим, это фаллический культ. Поклонение мужскому половому органу как божеству. И это практиковалось везде, не только в Малой Азии. И что получилось? В те времена... Что происходило? В те времена отдельная проститутка, практикующая, или допустим, публичный дом. Как можно было опознать? Нельзя было написать вывеску, допустим, такую. Потому что официально это было запрещено в Византии. Но неофициально это везде все знали, что это есть. То есть коррупция была невероятная. И чиновники закрывали глаза на эти вещи. Так вот, как узнали... Вы приехали в город новый, допустим. И как вы узнались, где, допустим, проститутка? Где, допустим, проститут? Или где там публичный дом? Был опознавательный знак определенный. Иногда рисовался, но это было не популярно в Византии, потому что такие рисунки тоже рассматривались как именно запретные изображения. Но куличи пеклись. Кулич был знаком мужского полового органа, который выставлялся обычно на окне, на входе в дом или на окне. И люди могли видеть его. Пекся хлеб, квасный хлеб. Поливался глазурью, которая означала семяизвержение. Значит, и украшалось яйцами, все это крашенными. И все это было знаком культа плодородия. Это все очень сильно практиковалось в те времена. Сейчас это уже тема забытой, как бы, значит, сегодня только историки на лекциях. И вот на таких семинарах мы узнаем такие вещи, подробности. Но тогда-то люди знали. И представьте себе, их заставляли эту гадость съесть. Их заставляли... И поэтому вы понимаете, почему многие пошли даже на то, чтобы свою жизнь отдать, но не кушать эти гадости, эти мерзости пред Богом. И сама подлость закона в том, что заключала, что именно всю пасхальную неделю наблюдали, смотрели, стучали друг на друга соседи. Что если замечали, что кто-то там мацу живет. Что кто-то там, вот они такое практикуют. Еврейское что-то, библейское. И в самой столице, по востоку Византии, этой империи, начались репрессии. Власти поставили, ну, как бы, епископу смотреть за всем этим безобразием. И вот, больше того, само причастие было приказано делать на квасном хлебе. Знаменитые просфорки. Просфирки. Это мини-куличи, как бы, только сделаны для такого, ну, каждодневного употребления, как бы, во все время года. И само хлебопреломление совершалось с тех пор на востоке, именно на вот этих вот мерзостях. И, ну, как бы, сам хлеб в нем не едет мерзости. Едет не что вообще. Но, как знаки именно, как знаки вот той мерзости. Наследие той мерзости. Сам я и вот наша семья, мы не едим давно уже, эти куличи, значит, и, значит, ну, по идейным соображениям, вы понимаете теперь, да? Значит, и когда я узнал подробности из истории, церкви из истории вообще мировой, то мне было немного не по себе. Как христианину, мне не, думаю, ни к лицу, быть даже каким-то боком-припеком к этому оккультизму. Каждый решает здесь за себя. Я, конечно, понимаю, что от кулича там или мацы не изменится ситуация. Если на эту Пасху, 12-го года, в храмы православные принесут не куличе свящать, а мацу, но без покаяния, без примирения с Богом, это ничего не изменит, конечно же, безусловно. Но для тех, кто возрожден уже, для тех, кто спасен, требуется определенное обновление, определенное освобождение. И если вы считаете, что вам нужно это освобождение, просто скажите Богу, что Господь, помоги мне в этом, освободи меня. Пусть твоя истина делает меня свободным. Истина слова твоего, и правда историческая, пусть поможет мне освободиться от многих и правильных вещей моей жизни. Это правильно будет. И, друзья мои, знаете что, этот антисемитический закон, он был направлен против христиан, которые держались еще еврейской традицией. И он коснулся же, конечно же, евреев. На Востоке пришлось очень тяжело еврейской общине. Очень тяжело. Были погромы, под шумок начались грабежи, изъятия, оскорбления, унижения постоянно. Потому что закон государственный касался христиан, но и евреям перепало в этом случае немало. Как бы как в совратителей христиан получается. И что еще? Этот закон на Западе, когда был оглашен, на Западе были в ужасе просто епископы. Большинство, если на Востоке в основном были епископы подкаблучные, такие марионетки бескребетные были служители. Чаще всего. Не все, конечно, но чаще всего прогнулись под власть так, что уже не знали. Как говорил времен Петра Алексеевича, Петра Первого, один архимандрит, ставший потом патриархом Дриан, он сказал так, я не знаю никакой, говорит, ни новой, ни старой веры. Как мне скажут верить начальники, так я и буду верить, говорит. Это шедевр просто вообще, шедевр. И там был спор по поводу старопрячества и новобрячества. Это иллюстрация. Так вот, на Западе подавляющее большинство епископов заявило нет. Некоторые сказали да, но потому что они не хотели кровопролить у себя в епархиях. Они хотели гибели населения. Но подавляющее большинство заявило категорическое нет. И Папа Римский сам, и кардиналов, и епископов все заявили нет. Итальянские, а потом эти вот Франция, Испания заявили нет. Германские эти земли впоследствии заявили нет. А что интересно, Феодора настолько была разгневана, что послали армию, погрузили на корабли, послали туда в Италию усмирять население, вводить эти принципы. То есть, чтобы войска наблюдали на Пасху, чтобы все или только куличи. Папа Римский объявил тогда, и епископы западные объявили посты молитвы. Потому что у них не было армии сопротивляться к своему же королю, к своему же императору. Не было денег, чтобы наемников нанять даже. И, в общем-то, оставалось одно, уповать только на Бога. И молились, и постились. И что произошло? Чудо произошло. Разогрелся шторм, который очень сильно повлиял на всю остальную историю христианства. Очень сильно. Этот шторм похоронил почти весь флот. Весь пазатистский флот фактически оказался на дне. Вся армия, которая была погружена на корабли, пошла ко дну. Спаслись лишь некоторые корабли, притом не основные, а маленькие корабли. Спаслись некоторые, потрепанные так, побитые, что им плыть было невозможно. Они в ближайшие порты и оставились там на ремонт. Невозможно было дальше идти на Италию. Так вот, когда Феодорий и Юстинян объявили, что шторм, тем более в то время года, когда штормов обычно не было там. То есть, это было против правил шторма. То знаете, что сделала Феодора? Она не покаялась, а еще больше ожесточилась. Она сказала, западные христиане прокляты, они оккультисты. Это они навели порчу на нашу армию. Это они там, значит, якобы магии своей. Папа, колдун. Все епископы западные колдуны, они колдовали. И вот наша армия доблестная, православная оказалась на дне моря. Средиземного. То есть, она не покаялась. Но набрать новую армию такую не было ни финансов и ни уже времени. И поэтому западная часть византийской империи, хотя она формально де юре оставалась еще под властью императора, де-факто, она уже шла своим путем. На Западе поняли, что с такими, как Феодора, если ни анкашу не сваришь, надо жить как-то по-другому. Надо жить как-то самостоятельно. Потому что с ними будет много проблем. А если завтра другой самодур придет какой? И поди, подсех подгибайся. Но, знаете ли, что на Востоке традиции эти сохранились через эти репрессии? Потому что на Востоке у византийских правителей была власть достаточно сильная. И они смогли это все внедрить массовыми репрессиями. Это одна из иллюстраций. Но по законам государственным отныне христианам было запрещено дружить все время. Христианам было запрещено обращаться за медицинской помощью к врачу-еврею. Если он обращался, его репрессировали. И врача, и пациента репрессировали. Запрещено было в банях мыться с евреями. Запрещено было подарки принимать от евреев. И дарить подарки евреям. То есть вообще связи все были запрещены по сути законодательно. По законам это было преступление. Прошло еще примерно сто лет. И на соборе, шестом уже вселенском, эти феодорины, эти законы были приняты как каноны православной церкви. Уже не просто государственные законы, а каноны официальной церкви. Это было позорищем, что очень трудно даже с чем-то другим сравнить. Вот вам иллюстрации. Я думаю, что даже того, что мы услышали сегодня, достаточно понять, что есть много проблем. Но есть выход, это покаяние. Выход есть, это покаяние перед Богом. И покаяние не просто разово прости, а покаяние самими делами. Я очень рад за то, что все-таки в западном мире, католическом мире, Иван XXIII, потом Иван Павел II, вот эти папы римские, приносили покаяние в антисемитизме. Но Иван XXIII первым это сделал, но он трагически, ну, скоропостижно скончался. Вообще-то есть версия, что его просто устранили. Потому что в самом Ватикане очень сильны антисемитские вот эти вот влияния. И, в общем-то, скоропостижно умер этот папа. Но Иван Павел II продолжил этот курс, по сути, о покаянии церкви. Многие политологи, советники говорили, папские, что эти покаяния, они и без того низкий рейтинг церкви, они опустят еще ниже. Но получилось не так. После покаяния, наоборот, рейтинг церкви стал подниматься. Но, есть одно но. Дело в том, что, хотя были покаяния публичные, и даже с приездом в Израиль, и покаянием перед евреями, в антисемитизме, покаяние было в инквизиции, покаяние в преследовательном мыслие. Но, но, покаяние должны быть не только словами, но и делами. Да, католичная церковь сделала дела определенные. Некоторые дела сделаны были. Касающиеся богу служения, допустим. Все тексты антисемитские, где пропинались евреи, были изъяты. В православии такого не было сделано до сегодняшнего дня. Сегодня суббота вечер. Сегодня шаббат закончился. Сегодня началось воскресное служение. В православии, как и в иудаизме, это древняя практика еврейская, библейская, день начинается с вечера, богослужебный. Сегодняшним вечером торжество православия начинается. Воскресный день. Первое воскресенье поста великого. В нашей церкви у нас нет обязательных постов этих, как в традиционном православии. Но в традиционном православии считается это для всех пост обязательный. И в субботу вечером сегодня начинают проклинать всех тех, кто не носит креста. Ну я еще как бы 50-50. Покасательный где-то. А вам там вообще прямое попадание. Потом, значит... О, и баста Наташа, она уже перестраховалась. Молодец. Вот. Нет, крестов не носит. Наш человек, а. Вот. Она же православная, вы же не знаете. Вот так вот. С потрохами сдалась. Но знаете, что интересно? Скажу, что... Вот шутка, шутка. А ведь звучат эти проклятия. До сих пор они официально не отменены. Католики отменили их, слава Богу. В православном мире они до сих пор сохраняются. Не во всех церквях, но вот в русской православной, украинской православной, белорусской православной... На территории бывшего союза однозначно сохраняются такие проклятия. С сегодняшним вечером и завтра днем на богослужение торжества православия совершается молебен торжества православия, на котором проклинаются все те христиане, которые не носят крестов, не молятся Богородице и святым, мощей не почитают, икон не целуют, крест не целуют. Это узагонила Феодора. Правда, не та Феодора, о которой я уже говорил выше, а другая Феодора, но не меньшая злодейка, но жившая в другом веке совсем. В девятом столетии. Не в шестом, а в девятом столетии. Это тоже, как бы, некая Изавель, но, как бы, Ирина в восьмом столетии, Феодора в девятом столетии, эти императрицы, вот, поздней Византии, они очень много принесли таких ересей. И, слушайте, много, наверное, такого негативного услышали вы сегодня, да? Нехорошего. И что же нам с этим делать? Да, каяться надо. И по поводу покаяния, я же мне это рассказал, интересно. Друзья, я не хочу говорить плохо, как говорится, да, насчет папе прежнем, он много все-таки хорошего сделал, но и есть над чем подумать. Потому как, когда были покаяния Ивана Павла II в антисметизме, ни одного доллара ватиканского не пошло в экономику Израиля. Ну, если брать именно официально, значит, я не говорю про отдельных католиков, которые приезжали и своим приездом даже там, и покупками там, шоппингом там, и что еще, они поддерживали экономику Израиля. Но, я имею ввиду, как церковь, как организацию, как структуру, но миллионы и миллионы долларов шли, как бы, на кормление палестинских детей, хотя все понимали, там и дураку было ясно, что это все террористам, значит, на боеприпасы, значит, там и прочее, на взрывчатку. То есть, как бы, получается, что католическая церковь, официально говоря евреям, простите нас, деньгами спонсировала Арафата и иже с ним этих головорезов. Понимаете ли, вот в чем, как бы, у меня конфликт внутри. Как это прокомментировать? Как это, и при том, до последнего времени, фактически, ни один доллар не пошел в экономику Израиля, но миллионы и миллионы ежегодных вливаний шло туда. Как это объяснить? Знаете, для меня, скажу так, что, ну, я, может, больше практик не знаю, но больше само дело показывает. Я бы лучше бы даже на месте, ну, опять-таки, ну, мы не знаем, как повели себя бы, каждый из нас на каком-нибудь месте, но, ну, мне так кажется, что на месте бы, вот, все-таки, я бы, лучше бы не говорил, простите нас, люди добрые, но бы, деньги подавал бы. Я думаю, этим деньгам евреи больше поверили бы, знаете ли, чем даже многим этим словам. Они бы увидели бы о расположении. Что толку говорить, значит, там, прости-прости, а сам ничего не поможет. Знаете, друзья, конечно, вот это очень серьезная тема. Да, конечно, перед смертью Ивана Павла II были некоторые, там, помощь Израилю, но это, по сравнению с тем, что было дано террористам, это просто капля в море просто, даже в океане капля. Это ничтожно. И это очень прискодно. И скажу, что, на мой взгляд, когда нужно каяться в антисемитизме, допустим, вот церкви православной, то нужно будет и помогать, помогать евреям. Это будет очень честно, как немцы сделали, да, допустим. Они не просто покаялись в фашизме, да, в гитлеризме, а стали конкретно дела делать. Я со многими нашими, там, евреями общался, там, в Германии. И они все очень довольны, говорят, надо же, вот очень, на всех уровнях. Даже там встречаются разные люди, конечно. Очень много разных людей. И не все бывают такие радостные, значит, там, в этих кулуарах власти, от этой всей политики. Не все. Бывают такие, что с фигой в кармане, там, евреям улыбаются. Ну, всякие бывают. Но в целом, в целом, очень хорошее отношение. И это очень хороший показатель вообще. Очень хороший. Поэтому, слава Богу, что немцы говорили не только прости словами, но прости рублем сделали. Это очень хорошо. Да, друзья. И, значит, по поводу, вот, возвращаясь к вопросу, значит, апостольской правоприемственности, скажу, что это лжеучение и на основании Библии, во-первых, потом на основании истории. Потому что вся история церкви говорит обратно ли нам. Факты отдельные вырваны из контекста, да, из учений отцов некоторых, второго, третьего, четвертого столетий. А якобы преемственности, они в контексте вообще никак не звучат. Вот. И третье, это сама жизнь. Сама жизнь расставляет точки над «и». Если человек, он в преемственности, то тогда, значит, ну, плоды какие? Какие плоды? А это учение, оно даже Бога представляет в неправильном свете. Духа Святого унижает. Потому что это учение учит нас, что якобы, в семинариях еще учили, что якобы через непрерывную цепочку рук в возложении передается Дух Святой. Якобы, вот это, как бы, независимо от того, кто рукополагает, от его веры и неверии, допустим, кого он рукополагает. Знаете, как будто Дух Святой это энергетика какая-то. Вот. Но Дух Святой это личность. С ним невозможно такие отношения. А на своих соборах реформаторская православная церковь будет пересматривать учение о сектанстве. Кстати, у нас есть упоминание о сектанстве, но немного в другом смысле, наверное. А секты, сектанство, в нашем сегодняшнем обиходе, да, это негативное слово. Значит, в библейском это является нормальным словом, не обидным, не оскорбительным. В те времена, в времена Иисуса, это не являлось оскорблением. Это означало принадлежность к какой-то, допустим, группе, да, к какому-то направлению, допустим. К примеру, вот я, допустим, из православной секты, допустим, кто-то из баптистской секты, кто-то из писательской секты, кто-то из католической секты. То есть это в те времена не было оскорблением, обидным. А сегодня это слово, оно звучит как оскорбление чуть ли не. Поэтому нужно как бы разобраться, что же все-таки мы имеем в виду, когда говорим слово секта. Это хорошее или плохое значение. Сегодня СМИ большинство протестантов называют сектантами. И говорят это в очень оскорбительной форме такой, от сектанта и прочее. Но я тоже как бы понимаю, потому что я раньше считал, что церковь только лишь православная церковь, а все остальное что? Ну, секта. Большая секта. Но, значит, интересно. Потом, в 96-м году я познакомился с протестантами и стал интересоваться их учением, служениями. Не то, чтобы в чужом огороде трава зеленее, но просто интересно было. А что же там такое у них вообще такое? Знаете ли, да. Я, значит, познакомился с одним сектантом, можно сказать. Я так понимал, что он сектант. А оказалось, он брат во Христе Иисусе потом оказалось. Значит, Григорий Тельных, писятнический, значит, дьякон. Он сейчас пресс-фитером в городе Суражей Брянской области. Значит, и знаете ли, интересно, такой брат такой. Я ему, мы с ним разговариваем, а он нечаянно, я в конце расскажу эту историю сейчас. А он по ходу разговора, возьми да и выдай себя. Он так из Библии что-то процессировал. А я так сразу смехнул. Наши люди Библию не читают. Я ему говорю, Гриша, а вы говорю, Григорий, вы говорю, христианин? Он говорит, да, христианин. Я конкретизирую, у нас как Ленина буржуазию. Православный? Он говорит, нет, хвей. Ну, христианин, верно, евангельский. Я там чуть не упал. Я же по сектоведению отлично имел. По сектоведению, да. И я знал, что ЕХБ это мактисты, да? ХВЕ 50-ники. ЕХВЕ, ХВЕ. Ну, короче, нам говорили так, что, запомните одно, что ЕХБ это те, которые тихие больные. А ХВЕ это которые буйные. В принципе, один диагноз, который... Хотя сейчас настоящих буйных мало. Но Ледяев тот такой смысл стал, я удивляюсь прям. Ну, ладно, значит, одним словом, значит, да, харизматизм этот больше, наверное, возрастной или как-то, не знаю. Я не знаю, да. Короче, значит, ну, мне так объясняли, что вот ЕХБ, ЕХВЕ. И вот, значит, и что интересно, он ХВЕ. Я, значит, там, ну, у меня сработало на уровне подсознания, знаете, инструктаж по сектоведению. Защита в нападении. Знаешь, не знаешь, делай вид, как говорится, морду танком, что ты все о них знаешь вообще. Вот, и говоришь, что ты вообще знаешь, что ты думаешь о них. Если не знаешь, ничего не помнишь по лекциям, просто осмотри собеседника и начни говорить вот конкретно. По его внешнему виду даже в конце концов. И я тогда сделал, говорю, вы же креста не носите. Рубашка такая открыта. Матерь Божьей, не почитайте. Святым не молитесь. Мощей у вас нет, говорю. Там Бенни с хидом какой-то, и все. Бедные вы люди. Значит, и Гриша все выслушал. И так смирехонько. Знаете, я думал, надо же, когда даже жалко стало, что у них ничего нет вообще. Как они живут вообще? И он такой, вроде, значит, ну, как бы, ну, типа, каюсь, батюшка, ну, да, как бы, нету, чего нет, того нет. Я пожалел его, дал ему книжку почитать. Говорю, вот, пожалуйста, Григорий, почитайте, говорю, книгу «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Он взял, и взял, знаете, взял с чувством. Вот, ну, как бы, он не стал пренебрегать. Он взял, видел, что я, как бы, ну, искренне все этому рассказываю. Он взял с чувством, с благодарностью такой. Я думаю, надо же, какой хороший человек. Ходяй в секте. Думаю, наверное, он недавно там. Нам говорили, что первых полгода процессы обратимые. А потом уже необратимые. Я же не знал, что он вырос в секте уже. И он был сектантский. Его дедушка был уже сектантом. Вот, ну, ладно. И, знаете, и пока я, а я вообще подумал, надо же, мысли, знаете, как скакуны. Я думал, надо же, классно, думаю, если он Богородицу примет, уже наполовину нашу же. А там подучица, думаю, хороший батюшка будет, думаю. Значит, и пока я так в эйфории был такой, он из своих сектанских штанин. Достает свою литературу подрывную. И мне дает. Я там даже запечатался не успел. Ну, потом, потому что мама не могла. Взял эту книгу. А, значит, домой приезжаю, жена говорит, представляешь, кого я сегодня видел? Настоящего живого писятника. Да ты что? Да, точно. Вот даже книжку дал. Она мне говорит, ты, конечно, не читай ее. За кого меня принимаешь? Потому что яйца курицу не учат. Думаю, ну-ка, без года недели. Протестант. Почему меня могут научить? Знаете, а книжка потрясающая. Это были проповеди Эрна Штыгина. Время начать суду с Дома Божьего. Это так сильно коснулось меня потом. Я так нам наревелся вообще. Я даже так, знаете, в перерывах между чтением и плачем, я просто так подумал. Думаю, надо же, думаю, ведь не православный человек, а такие православные вещи пишут. Думаю, так это же наш какой-то, знаете ли. А потом думаю, наверное, ты думаешь, златоуст наших дней, знаете ли, нашего времени. Потом говорю себе, думаю, наверное, пока переводили, пока там издавали, там же написано, там в Южной Африке дело все было. Думаю, наверное, уже православным стал, наверное, уже. Он не мог в секте уже с такими мозгами. Ну ладно, значит, да, ну для меня это было что, значит, что через одного протестанта, особенно ХВЕ, это были агенты мирового империализма, значит, там, значит, да, Моссады и ЦРУ, и через одного агент и лох. Агент, лох, агент, лох. Вот и все. Думаю, это же вот такой же хороший человек. И представляете, когда мы с Гришей опять встретились, мы обменялись опять книгами, я его спрашиваю. Я даже не спросил, читал ли он мою. Я был настолько, как бы, знаете, в разных весовых категориях вообще. Вот, и я спросил Григорий, а у вас есть другие книги там автора? Он говорит, я знал, что вам понравится. Берите, батюшка, еще одну книжечку. Пробуждение начинается с меня. Первая часть его трилогии. Я был такой довольный, как парагоз, знаете. Значит, и он следом говорит, ну, точно, американская спецподготовка. А я пока такой довольный. Он мне говорит, батюшка, а вы к нам на служение? Приходите. Я думаю, э-э-э, нет, и палец в рот не ложи. По локоть он хапает сразу. Вот, значит, но я, как бы, уже не стал сразу так, знаете, вот, как бы, так резко. Все-таки я уже за этим Григорием, я не только секту видел. Я уже видел Эрла Штегина, этих черных зулусов, покаявшихся. Как бы, там, такие примеры были вообще классные. Я как-то уже так, уже не мог одним миром всех мазать там у них, в этой секте. Я подумал, как бы, так сказал, знаете, говорю, Григорий, я человек занятый, батюшка все-таки, ну, понимаете, да? У меня вот самого воскресенье вот так вот делал, в храме там, и, и же, с храмом там связано. Вот, а, значит, ну, а на буднях, я говорю, у вас, в ваших краях вообще никогда не был, ну, и что там, забыл я у вас. А сам думаю, что я забыл там в этой секте. Думаю, это же, побывает там, сразу слухов не оберешься потом, на всю епархию позор. А самому интересно было, что же там у них происходит вообще. Я любопытный по жизни человек. Вот, еще пионером помню, любил все, посмотреть, вынюхать все. И вот, значит, и, и знаете ли, что, и я пришел однажды к кинособранию, прямо в Рясе. Я, в общем-то, тогда без ряса не представлялся, ну, вообще, ну, в черт такой, ряса такой. Вот, взял и пошел. Думаю, так, ну, под конец, наверное, по времени, судя, зайду к ним, посмотрю, чем занимаются там братья-песятники. Братья-меньшие. И перед домом молитвеном перекрестил его. Вот, значит, зашел, там такое было. Но самое интересное, что помню, я эту историю много рассказывал. Но эпизод такой потрясающий, когда люди пели там. Самая первая песня, которую я слышал там, неправославное исполнение, да, это была «Любовь Христа», безмерно велика. Потрясающая песня. Знаете, такие слова. Я там чуть не разревелся вообще. Я еле себя сдерживал, думаю, мне бы, думаю, это же позор, у меня сейчас будет плакать. Я, значит, креплюсь. И слова потрясающие, что ни слова, то прямо в десятку. А второе, что вот это присутствие Бога. Вот от Него я не ожидал этого. Знаете, ладно, я там зашел к каким-то бокам. Но там такое было присутствие, знаете, это... Ой, я так понимаю, стысковался. Я был похож на того монаха, который говорил однажды в средние века. Господи, если Ты вездесущий, как так получается, что я каждый раз оказываюсь там, где Тебя нет? Вот. Ну, всякое было дело. Давайте встанем, друзья. Спасибо. И если бы не было любви, любви Христа, мы бы не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя Он ждет, давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой, уже пора, прими любовь без лата серебра. И если бы не было любви, любви Христа, мы бы не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Бог наш благословенный во веки веков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, Господь, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесах, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и силы, и слава вовеки. Аминь. Спасибо Тебя, Господь, за все. Благодатство это будет с нами, Господь. Распусти с миром сейчас свой народ, всех собравшихся благослови, обрати свое лицо святое на все это собрание, Боже. Боже, те, кто не смог до конца побыть и вынужден был раньше уйти, Бог благослови, где они сейчас находятся в дороге, Господь. Но Ты дал возможность нам быть здесь до конца, Боже, смогущий, благослови нас, собери завтра у нас, Господь Боже, на завершение этого семинара, Боже. И я прошу Тебя, Господь, пусть эти материалы, пишущиеся вчера, вчера писавшиеся, которые будут писаться, пусть они помогут, не то что сотням, тысячам и тысячам людей освободиться от многих заблуждений и ересей. Освободиться во имя Иисуса. Пусть Слово Твое придет в судьбы людские. Я молю Тебя особенно, Господь, сегодня за Южный федеральный округ. Боже, здесь, на юге, Боже, молю Тебя, Господь, за Ростов, Нелану, другие города этого округа, Боже, всемогущие области, во имя Иисуса Христа пробуди, Господь народ свой, пробуди, Господь верующий, пробуди, Господь христиан, Боже. И особенно прошу Тебя, Господь, за священнослужителей православных. Боже, то, что Ты совершил в моей жизни, совершил в судьбах многих тысяч православных священников, Боже, пусть Господь не на матерь Иисуса, не на апостолов, не на мучеников, не на ангелов, не к мощам и никому-то еще, но, Господь, к живому Богу, к Тебе, Господь, призывает священники. Боже, всемогущий, пусть проставляют имя Иисуса, Отец, пусть не слепые ведут слепых в преисподнюю, но пусть прозревшие, Господь, и живые ведут прозревших, и живых в Царство Твое, во имя Иисуса Христа, пусть, Господь, это земля Божия, будет благоставлена Тобою, Боже, Ты говорил о прощении грехов при смирении и покаянии, и Ты говорил об исцелении земли. Бог всемогущий, пусть Господь будет так. Я благоставляю вас, дорогие друзья, во имя Иисуса, благоставляю вас с миром, и благоставляю вас сейчас в конце этим благоставением Аароновым, мы еще называем его, сам Бог дал это благоставение, Он дал его для всех нас, если у нас не так много евреев по крови, по нашей общей вере в Иисуса Христа и Ишуа Машех, мы являемся наследниками благоставения Бога Самого. Друзья мои, я пою это благоставение на еврейском, на русском языках. Еврейский я бы выучил только за то, что им говорил мой Мессия, мой Спаситель. В этом благоставении некоторые слова имеют до 70 значений, некоторые имеют 20-30 значений одновременно. Удивительно, Бог очень много хочет вложить в малых словах. Сегодня это будет так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И чудеса новозаветные, они не прекращаются в нашей жизни. Боже, говори им наши судьбы, наставляй, назидай, Отец, благостави Церковь Христа Спасителя, называющуюся Великим Твоим именем, Господь. Благостави, Боже, благостави, также мы слышали с разных церквей людей, Бог, благостави их общины, их церкви, благостави во имя Иисуса Христа, Боже, и в этом городе великом, Боже, благостави всех любящих Тебя и Тебя боящихся, Господь, верующих разных. Игнации Господь. Боже, пусть проставляется имя Ищу. Аминь. Слава Иисусу Христу.